Доброе утро! Сегодня вторник и пришло время погрузиться в мир искусства вместе с рубрикой «Шедевры мирового искусства» и со мной Полиной Мороз. На этот раз мы с вами поговорим об одном из величайших живописцев эпохи Возрождения – о Рафаэле Санте. Будущий гений родился в маленьком итальянском городке Урбино. Его отец также был художником и в основном писал изображения святых для церквей. Он и стал первым учителем Рафаэля. Но когда мальчику было всего 11 лет, он потерял родителей. Мастер кисти известен всему миру благодаря своим Мадоннам. Хотя сюжеты картин стандартны – Мадонна либо держит владенца на руках, либо он играет рядом с Иоанном Крестителем, но все они индивидуальны и отличаются особой материнской прелестью. По-видимому, ранняя смерть матери оставила глубокий след в душе Рафаэля. Первой работой художника принято считать фреску «Мадонна с владенцем». На момент ее написания автору не было и 20 лет. Рафаэль жил и творил в основном во Флоренции и Риме. В Риме он создал свою знаменитую картину «Сикстинская Мадонна», которая бесспорно является шедевром мирового искусства и до сих пор потрясает зрителей своим великолепием. По одной из легенд в чертах Мадонны воплощена дочь булочника Маргарита Лути, известная как Форнарина. Одни представляют ее расчетливой развратницей, другие – честной возлюбленной, из-за которой художник даже отказался жениться на женщине знатного происхождения. Но многие искусствоведы считают, что все это романтический миф о любви. Однако образ Форнарины можно также увидеть в других картинах Рафаэля, например, «Дама с вуалью» или «Донна Вилатта», «Портрет молодой женщины» или Форнарина. Но вернемся к «Сикстинской Мадонне», созданной в период с 1512 по 1513 года. Картина предназначалась для украшения алтаря в монастыре Святого Сикста в итальянском городе Пьяченца. Заказчиком картины был папа римский Юлий II. На картине изображена Мадонна с младенцем, папа Сикс II, Святая Варвара и два милейших ангелочка. Одним из мастерских приемов Рафаэля считается задний фон картины, издали кажущийся облаками, но при тщательном рассмотрении оказывается головками ангелов. Распространено мнение, что Сикс II изображен на картине с шестью пальцами на правой руке, поскольку он Сикс, что на латыни означает шестой. Но на самом деле кажущийся палец не что иное, как часть внутренней стороны ладони. Картина художника под названием Форнарина, изображающая натурщицу в полуобнаженном виде, стала объектом страстных обсуждений медиков. Голубоватое пятно на груди модели послужило поводом предположения, что у нее был рак. Разумеется, из-под кистера Фейля выходили не только прекрасные Мадонны. Первое полотно, написанное не на религиозную тему, это «Сон рыцаря» и «Три грации». Известны также портреты, из которых наиболее популярный портрет Папы Юлия II и автопортрет с другом. Рафаэль также был великим архитектором. Он украсил вечный город Рим дворцами, церквями и вилами, являлся главным архитектором строящегося в то время собора Святого Петра. Эта работа требовала нечеловеческих сил и напряжения. Здоровье Рафаэля было подорвано. Он умер всего в 37 лет, оставив человечеству свои бессмертные произведения, которыми восхищаются и будут восхищаться все новые поколения. На этом говорю вам до свидания. Увидимся в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok